17 апреля 18 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 апреля который как раз наиболее активно орудовал дубинкой. Уголовное дело, которое возбуждено Нижовским следственным комитетом в лице СС Малахова и, как я могу догадываться, по инициативе господина Трифонова из Центра Э, является демонстрацией, мягко говоря, не совсем адекватного поведения российских правоохранительных служб. Потому что знакомство с делом Юрия Староверова, оно может вызывать исключительно иронию. Не смешно здесь только то, что человека по совершенно надуманным обвинениям могут посадить на срок до пяти лет. Позорь! Позорь! Вы не боитесь больше его сюда! Мое дело расследует следователь Малахов Сергей Сергеевич, молодой такой. Я его в одном из интервью назвал негодяемым, молодым карьеристом. Так он мне на это ответил, что он не обижается, потому что если бы он обижался, он бы не работал следователем. Ну, человек без особых принципов. Мне кажется, что он просто выслуживается. Меня в течение месяца сделали подозреваемым по делу. Был допрос, отказался давать показания по 51 статье Конституции. Параллельно проходила проверка по заявлению Мисковского и Зайцевой, по избиению их. Там вызывались какие-то люди на допросы. Кто из них окажется именно в моем деле по нападению на Лебедева, неизвестно пока до ознакомления с делом. Я скорую вызываю для Ильины Сосковского. Илья, я тебе скорую вызываю. Вот, с фамилией пациента, мы в Сосковской. В общем, автобус пока здесь, он нуждается в медицинской помощи. Вот, или около Нижневоложской набережной, 12. Это отдел полиции номер 5. Я лично тебе сейчас вызвал скорую. Лично тебе сейчас вызвал скорую. Около 15 часов 30 минут, боец оперативного взвода ОМОН УТ России по ПФО, прапорщик полиции Лебедев ИВ, совместно с бойцом оперативного взвода ОМОН УТ России по ПФО, сержантом полиции Борисовым, осуществляя свои должностные обязанности по пресечению противоправных действий, проводили задержание активного участника несогласованного публичного мероприятия Мисковского ИХ. В это время у староверного ИВ, находившегося рядом, также являвшегося активным участником несогласованного публичного мероприятия, возник преступный умысел, направленный на применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении Лебедева ИВ, являющегося сотрудником органов внутренних дел и представителем власти, находившегося при исполнении своих должных обязанностей, с целью воспрепятствовать исполнению им своих должных обязанностей и причинения последнему физической боли. Причинение физической боли без желания применить насилие по отношению к ОМОНовцу, в ситуации, когда Юрий Ставеров элементарно пытался защитить даже не участника митинга, а фотографа, оно, ну, у меня, как у бывшего работника ОМОНа, вызывает исключительно улыбку, потому что попытка причинить физическую боль, просто обхватив человека за плечи, это, знаете ли, сказано излишне громко. Ну, вот как бы из этих вот странных, нелепых и забавных формулировок складывается опасность для свободы человека, которого я знаю как честного, умного, любящего Россию, отлично работающего парня, которого нет ни одной антисоциальной, антизаконной, там, и какой угодно цели, а есть только цель проявлять свой гражданский долг, чем он, собственно, занимается, на что имеет полное право. Пресечь уплотнительную застройку и градостроительные проекты, не получившие поддержки нижегородцам. Остановить превращение зеленого города в нижегородскую рублю. Реализуя свой преступный умысел действий умышленно и целенаправленно, осознавая противоправный характер своих действий, староверов ЮВЭ с 15 часов 30 минут до 17 часов 00 минут обхватил голову и шею Лебедева ЮВЭ обеими руками, применяя физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья последнего, сделав при этом не менее двух шагов, продолжая удерживать Лебедева ЮВЭ за шею и голову. О действии староверного ЮВЭ Лебедев испытал сильную физическую боль. Таким образом, Староверов совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 318, применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением должных обязанностей. Обыски, которые у меня проводились, они проводились в рамках дела, возбужденного по заявлению инспектора Белявского Павла. В итоге, в ходе расследования, фактов применения к нему насилия доказано не было. Грубо говоря, он саврамша гражданин. И уже сам этот факт, он говорит о том, что делается с Вавриком. На основании заведомо ложного доноса. Лебедев и еще Борисов здесь фигурирует. Они уже впоследствии были подключены к делу в качестве потерпевших. Изначально заявление писал Пилянский. В отношении Борисова, насколько я знаю, тоже фактов каких-то нападений, повреждений телесных не было установлено. То есть остается один Лебедев, который ударил Зайцеву по голове дубинкой, что запрещено законом полиции. Вообще бить по голове ни в коем случае нельзя, ни в каких условиях. Лебедев, безусловно, садист, но он свой садист. И руководство областного управления МВД заявило, что не видит в его действиях никакого криминала. То есть они его прикрыли, свой человек, проблем никаких нет. Конечно, он будет вызван в суд, с нетерпением его жду, потому что, ну, в общем, Лебедев, ну, это трус, подонок. Он после того, как видео с избиением его Зайцевой разошлось по сети, в общем, в адрес его звучали очень гневные слова граждан, да. И он обратился в полицию с просьбой защитить его, поскольку он считает, что ему угрожает, что его здоровье угрожает опасность, что ему угрожают. Ну, это такой кабан 36 лет, абсолютно с таким, с потухшим взглядом. Патологический садист, насколько я понимаю, потому что было несколько эпизодов с его участием. Недавно футбольные фанаты рассказывали, вот был матч Анжи-Волга недавно. Так вот, там был тот же Лебедев, он до сих пор служит в ОМОНе. Вот. И наблюдают картину, как он гонится с резиновой своей дубинкой наперевес за каким-то молодым фанатом спортивным и лупит его также в область затылка по спине. Ну, ему удалось убежать, слава богу, парню. Вот. А так, ну, чувствует, человек получает просто удовольствие. У меня дело политическое. Непонятно конкретно, кто давит на следователя, давят ли, в какой мере. Это все, в общем, такая терра инкогнито, все будет известно только, наверное, после ознакомления и после начала суда, будет понятно. В какой-то мере все подготовлено, скоординировано и целенаправленно проводится. Вы почему нам в рот отыкаете? По комнатной цепи лет? Тыщи платят, чтобы власть защищать их продажную. Врубили в эту скорую власть, а вы ее защищаете. Все это происходит, как ни удивительно, на фоне того, что областной суд, то есть высшая судебная инстанция в нашем субъекте федерации, признал все действия полиции, все действия администрации по прекращению митинга 15 сентября незаконными. Соответственно, все репрессии в отношении митингующих, все те дела, которые были заведены против них, они должны быть закрыты. Но, видимо, решение нашего областного суда это не указ для следователя ведущего дела, не указ для его начальства. Ситуация абсурдная. Мы, правда, привыкли к этому абсурду. Я из аппарата, уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Будьте добры, откройте мне дверь и представьтесь. Господин капитан. Дело вроде как пустое. Из доказательной базы, из известной, это некая видеозапись со спины и, собственно, показания самого Лебедева, который сказал, что он испытал боль большую. Вот все. Других доказательств моей вины нет. Призываю следственные комитеты, Центр Э, и прокуратуру, и всех людей, которые к этому могут быть причастны, в том числе и нежиловских политиков, и управленцев, чтобы они самым внимательным образом отнеслись к тому, что у нас тут наши правоохранители затеивают, чудят, я бы даже сказал. Нужно выполнять свою работу, если уж вы на нее поставлены, но хотя бы делать это в рамках закона и отдавая себе отчет в том, что все мы люди одной стороны и должны друг к другу относиться по-человечески, а не так, как вы пытаетесь относиться к нам и к моим товарищам. Я с своей стороны приложу все усилия, чтобы этот процесс, когда дело будет рассматриваться, он превратился в суд против общественности, против руководства МВД и руководства города и Нижегородской области, которые у нас фактически отняли свободу собраний. Вот этот беспредел, когда вместо того, чтобы наказать подонка, избивающего девушек, превышающего все мыслимые полномочия и никак за это не понесшего наказания привлекают людей, которые воспрепятствуют этим незаконным действиям, это, конечно, такой возмутительный акт. Дело не в моей персоналии, а дело в том, что это дело общественно важное будет рассматриваться. Конечно, оно будет громким и резонансным. Планы сделать его максимально публичным и обвинительным. То есть будут заслушаны множество свидетелей, будут приведены факты, которых у нас накопилось огромное количество. Будут вынесены обвинительные заключения общества против того же Шмойна, Кондрашова, Шаанцева, Сорокина, которые уже потеряли почву под ногами, не чувствуют земли под ногами, у них есть силы и деньги. И на граждан, и права им абсолютно плевать. Редактор субтитров А.Семкин